Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и YouTube-платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказ». С вами я, ее ведущий, Фархат Ибрагимов. В нашей программе вместе с нашими экспертными гостями традиционно обсуждаем наиболее важные и заметные события, прошедшие как у нас в стране, так и за ее пределами. И сегодня мы поговорим о текущей ситуации на Ближнем Востоке с гостем нашей сегодняшней программы. С нами на прямой связи из Израиля общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Яков Иосифович, здравствуйте! Спасибо, что наше время с нами сегодня поговорить. И прежде чем передать вам слово, хотел бы от своего имени, от имени нашей программы выразить слова сочувствия, соболезнования. Сегодня годовщина. Мы записываем нашу программу 7 октября. Как известно, ровно год назад, 7 октября 2023 года, в Израиле произошел террористический акт, в результате которого погибло не много, не мало 1200 человек. Много заложников, по сей день еще неизвестна. Судьба многих из них до сих пор так и является неизвестной. И вот как раз эта история, эта трагедия, которая в очередной раз обрушилась на израильское государство, ну, конечно, стала точкой отсчета для очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. И последние несколько дней, надо сказать, довольно очень напряженные. Мы с Яковом Иосифовичем неоднократно эту тему затрагивали, но сегодня ее обсуждение, как никогда, актуально. Яков Иосифович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. И спасибо за соболезнование. Это от чистого сердца, что называется, Яков Иосифовичем. Вот вы знаете, мы и Россия, и Израиль, к сожалению, не понаслышке знают, что такое террористический акт. Мы в этом году тоже столкнулись с очень кровавой трагедией в марте этого года, как известно, в Крокусе. И для нас то, что произошло в Израиле, тоже не является чем-то таким отдаленным, потому что, как известно, есть в связи погибших и в связи заложников граждане России, и других постсоветских государств, как известно, там, Белоруссии и так далее. Год прошел с момента этих трагических событий, теракта, откровенно говоря. И я думаю, что ни у кого не посмеет, знаете, с совестью, там, знаете, немножечко-то, хотя есть некоторые люди, которые с совестью не очень, но скажут о том, что то, что произошло, это теракт, вне всякого сомнения. И тот, кто это совершил, должен ответить по всей строгости закона. Я об этом говорил с самого начала и продолжаю на этом настаивать. Яков Федорович, но ситуация какая сейчас? Ситуация довольно сложная, и, естественно, мы к вам обращаемся за помощью, потому что очень интересно ваше мнение насчет того, узнать, что сейчас происходит вокруг ирано-израильской ситуации, потому что вы всегда говорили о том, что, ну, в принципе, война Ирана-Израиля, ну, да не дай бог, чтобы это не произошло, хотя, конечно, никто не сомневается в мощностях Израиля и так далее, но и Иран тоже не слабое государство, как известно. Яков Федорович, вот за последние несколько месяцев были ликвидированы важные, скажем так, лица, ответственные, которые Израиль считал своими врагами. Ликвидированы Исмаил Хания, ликвидированы Хасан Насрала, лидер Хизбалы, убиты еще многие разные полевые командиры Хизбалы, там, и Хамас, например, там, Фуат Шукра и прочее, прочее. Что сейчас нам стоит ожидать на этом этапе? Израиль остановится, либо у него есть какой-то еще план действий, на ваш взгляд, опять-таки, как вы считаете? Ну, практически. Ликвидирована вся верхушка Хамаса. Остался только один Сенуар, который прячется в норах, и уже две недели в войне не выходит ни с кем на связь. Он настолько напуган тем, что мы делали последние две недели, что он даже не общается с людьми только письменно. Они ему пишут, кто-то передает, и он ответит, дает им ответ, но уже две недели от него ни слова нет. То есть никто не знает, он жив или нет. По сообщениям, которые в Газе, он плотно окружил себя заложниками на тот случай, чтобы Израиль не решился его ликвидировать, поскольку тогда пострадают заложники. Мы ликвидировали всю верхушку Хизбаллы. Всю! Поскольку это террористическая организация, как мы сказали, мы ликвидировали всех ответственных за тот террористический акт, и все ликвидированы. С Хизбаллой то же самое. Сегодня и не только Насрал ликвидирован, ни один из ведущих командиров и руководителей организации в живых не остался. Его человек, которого наметили на его смену, был ликвидирован на этой неделе. Дальше, если вопрос идет об Иране, то практически, как мы сказали, последняя атака Ирана – это объявление войны. Мы рассматриваем наши отношения с Ираном как война. И теперь федераль готовит серьезный удар не столько и не только, как ответный удар, а как практический шаг в войне, которую начал Иран, обстреляв нас около 200-ми ракетами. Это для нас уже не вопрос обмен любезностями, это вопрос ведения военных действий. Это совершенно разные вещи. Отношение нашего предполагаемого удара по Ирану, я хочу просто разъяснить, а какова ситуация? Послезавтра начальник генерального штаба летит в Соединенные Штаты. Начальник генерального штаба – это оперативное управление военными действиями. Вероятно, он, скорее всего, будет там согласовывать те некоторые моменты операции, которые мы хотим согласовать с американцами. Мы хотим согласовать по той простой причине, что любые наши действия против Ирана, они косвенно влияют на Соединенные Штаты, их положение на Ближнем Востоке и на их союзников. Поэтому мы пытаемся поставить американцам в известность, что мы будем делать. И, может быть, в каких-то моментах посчитаться с их мнением, хотя не во всем и не в основных вопросах. Соединенные Штаты уже заявили, что атака на Иран будет только израильскими силами. Американцы не участвуют в этой атаке на Иран. То есть Иран будет делать все, что он будет делать, своими силами, своей армией. Все вопросы и споры, и рассуждения зависят от того, как кто определяет, что Израиль будет делать. Я хочу объяснить. Поскольку Иран находится на расстоянии более тысячи километров, а до многих объектов, как военных, так и гражданских, это порядка даже двух тысяч километров, основные удары, которые будет производить Израиль, он будет делать это с помощью авиации и ракет, скорее всего, наземного и морского базирования. Как на кораблях надводных, так и подводных лодок. Американцы согласны, согласились, что Израиль ударит по военным объектам Ирана. Военные объекты – это система противоракетной обороны, это вся ракетная система, система всех ракет Ирана, штабы Ирана, штабы и базы основные, стражей революции, которую мы считаем террористической организацией. И которая практически воюет. И принимает участие как в действиях Хезбаллы, так и в действиях Хамаса, то есть с территории Сирии. Поэтому многие генералы их погибли. Сейчас выясняют, был ли руководитель, командир стражей революции, который сменил Сулеймани? И в Алкане, да. Был ли он в бункере, в котором был ликвидирован сменщик Насралы? По всем данным он там был. Если он там был, оттуда никто выйти живым не мог. В отличие от Насралы, там было сброшено 70 бомб по одной тонне. Насралы 81. Живых там не может быть. То есть если он там был, значит и наследник Сулеймани присоединился к своему предшественнику. Это сильнейший удар по стражам революции. Но пока у нас доказательств нет. Иран молчит, как он всегда молчит, в таких ситуациях. Но от него никаких признаков жизни пока нет. Основной вопрос, который все задают. Ударит ли Израиль по объектам, прежде всего подземным, производство ядерного оружия? Американцы опасаются этого. Но вряд ли мы посчитаемся с их мнением. Мы ни раз и ни два не считали с мнением за американцев. Я хочу напомнить из истории. В 81 году Израиль уничтожил атомный реактор в Багдаде, который должен был производить оружейные плутоны для создания Ирака атомной бомбы. Американцы не хотели. И французы не хотели. И все не хотели. Венахен Баггин, который был тогда главой правительства, он сказал, это моя обязанность перед моими детьми и внуками. Реактор был уничтожен. Американский президент Риган взбесился. И в тот же день прекратил в качестве наказания запретил поставки всех видов оружия, которые Израиль уже оплатил. И в течение трех месяцев заказы не исполнялись. Потом у него осталось выхода, все вернулось своему. Но когда Баггин пошел на этом, он сказал, я жизнью своих потомков не играю. Не будет у Ирака ядерного оружия. Даже если это грозит обострением отношений с Соединенным Штатом. И так оно и было. А когда мы послушали Соединенный Штат, мы за это расплачиваемся. В начале 2000-х годов на территории палестинской автономии должны были пройти выборы. И мы, палестинская автономия, возражали, чтобы Хамас участвовал. Потому что и мы, и Организация Собуждения Палестины говорила, что Хамас террористическая организация ни в одном демократическом государстве и режиме террористическая организация в выборах не участвует. Но Кандалиса Райс надавила на Арика Шарона и сказала, вы имя демократии разрешите им. И потом наши специалисты сказали, что они все равно у них нет никаких шансов. Арика Шарон оказался не Аминахом Беген. Он разрешил. Ночью, когда стали известны результаты выборов, и он позвонил Кандалиса Райс и сказал госпожа государственная секретарь, Хамас победил на выборах, она сказала, ой, так мы ошиблись, повернулась на другой бок и пошла спать. А мы до сих пор харкаем кровью весь Ближний Восток из-за Хамаса. Шестидневная война, американцы не хотели, чтобы мы атаковали в шестидневной войне. Они сказали, мы не выполним наше обещание, которое дал Эйзенхауэр, что он не потерпит блокады Илладского залива. Мы не можем. И тогда директор Мусада поехал и говорил с ним. Он вернулся и сказал премьер-министру Израиля, я понял, что Джонсон согласен, чтобы мы решили проблему своим путем. Потом Джонсон сказал, а я ему этого не говорил. Но и школьник стал сдаваться в подробности. И шестидневная война началась. Началась как началась, закончилась как закончилась, и результаты нам известны. Так что было не раз и не два и не три, когда мы не следовали советам и нажимам американцев, и мы оказались правы. И было не раз и не два и три, когда мы следовали этим советам. А потом расплачивались за них кровью. Так что сегодня ситуация такова. Для нас вопрос не дать лишить Иран возможности создания ядерного оружия, это вопрос жизни и смерти всех будущих поколений. Учитывая нынешнюю политику Ирана, его провозглашение и его цели уничтожения Израиля, мы не можем полагаться на то, что будут какие-то другие меры, экономические, санкции и прочее, которые может быть приведут к тому, что Иран откажется от ядерного оружия. Сегодня мы больше полагаемся на то, чтобы лишить физически Иран возможности создавать ядерное оружие, уничтожив все ядерные объекты. Эти ядерные объекты находятся под землей на глубине десятка метров. Я уже говорил об этом, и я хочу напомнить людям. Сказал ваш президент, только умалишенный начинает войну со страной, у которой есть ядерное оружие. Это его слова. с технической и военной точки зрения можно уничтожить все ядерные объекты Ирана подземные ракетами с ядерными или термоядерными боеголовками, которые производят подземный ядерный взрыв над этими заводами. что такое подземный ядерный взрыв 500 килотонн, ну пусть физики подчитают и скажут, что останется внизу. И это не будет ничего, это будет уничтожение оружия, массовое уничтожение, применяя такое же оружие не против гражданского населения и не взрывая его на поверхность. И опять-таки в соответствии с новой доктриной России, которую огласил президент России, Россия оставляет за собой право. В случае угрозы существованию страны и поражению критических стратегических объектов Россия может применить ядерное оружие. Мы намного более уязвимы, чем Россия. И полагаться на то, что наши враги не пойдут на новые атаки. Еще 200 ракет, еще 2000 ракет. Через 5 лет, через 7 лет мы не можем. Поэтому я думаю, что много шансов на то, что при этой атаке мы уничтожим все ядерные объекты Ирана. как бы глубоко они не находились и сколько бы их не было, у нас есть для этого технические и военные возможности. Но что Иран, что останавливает американцев? Пентагон и американцы с удовольствием примут уничтожение ядерной программы Ирана. Но Иран решил взять по примеру Хамаса в заложники весь Ближний Восток. Руководство Ирана заявило, если Израиль нанесет сильный удар по нам и ударит по ядерным объектам или по экономическим и мы можем уничтожить всю нефтедобывающую, всю нефтеперерабатывающую промышленность Ирана. Нет проблем. У Ирана нет и нет невозможно защитить территорию Ирана средствами противоракетной обороны. И то, что есть у Ирана это куром насмор. И они сказали, тогда мы нанесем сильнейший удар по нефтепромыслам Саудовской Аравии, Катара, стран залива. Они пострадают. Американцы поэтому говорят, не трогайте эти объекты. А мы говорим, а мы тут при чем? Мы с теми, которые берут заложники весь мир, разговариваем еще более жестче. почему американцы этого боятся? Тогда им придется вмешаться, чтобы защитить Саудовскую Аравию, чтобы защитить страны залива. Эмират, там, Катар. Катар Княжество залива. Иначе американцам нечего делать в мире. И на это играет Иран. А вряд ли мы будем на это поддаваться. Практически нет никакой проблемы уничтожить всю нефтедобывающую промышленность Ирана. Это один-два налета авиации. И всю нефтеперерабатывающую. И два основных порта Ирана. И тогда не будет ни поступления энергоносителей, ни экспорта. Но есть еще одна. Уничтожив систему противоракетной противовоздушной обороны ИВС Ирана, что произойдет в первой же атаке, совершенно спокойно можем уничтожить всю военную промышленность Ирана. Никто не помешает. Всю промышленность Ирана. 90% электроэнергии Ирана это угольные и нефтяные электростанции. Я не помню, сколько там, 20-30. Довольно много, да. 20-30, не больше. В Соединенных Штатах, по-моему, 160. Это Соединенные Штаты. Но это налет двух эскадриль. Иран обесточен. И никто это не сможет остановить. Иран без электричества возвращается в 11-й век. Что значит современная страна, когда и где нет электричества? Ну, это конец света. Очевидно. Это не конец света, это конец иранского государства. Ну, я имею в виду конец света для страны, которой нет света. Это ужасно. И нас ничего не остановит, если Иран не остановится. Мы же не атаковали Иран. А что надо сделать? То, что сделал Иран, сейчас в первую очередь пострадает его военная мощь, военные структуры, ядерные объекты и, вероятно, кое-какие стратегические, экономические. Не все. Но если Иран вздумает еще раз продолжать, тогда Аллах ему в помощь. Яков Ильич, а вот вопрос такой получается. То есть, вы хотите сказать, что если бы Иран не пустил бы вот эти 200, как-нибудь вообще 500, ну, окей, 200 ракет не пустили бы они по Израилю, Израиль бы сейчас не стал бы всю эту операцию задумывать? Нет? Если бы Хизбалла в течение года каждый день не обстреливал бы Израиль от 40 до 100 ракетами, ничего бы не было. Вы им все время говорили, давайте прекратите, давайте договариваться. Нет. Ну, какой-то бред выпустил откровенную ложь министр иностранных дел Ливана. Это ложь для умственно отсталых детей. То есть это неправда? Вы считаете, что у нас ровно так не хотели? Абсолютная ложь. За два дня до этого с ним переговаривались. Он сказал, нет, ни за что. Целый год он каждый день отказывался и вдруг вспомнил министра иностранных дел Ливана, да, он мне прошептал ночью перед смертью, а я хочу. Задним числом они хотят переписать историю. У него было 360 дней прекратить обстрелы. И все ему предлагали. Ну что интересно, Яков Иосифович, 3 ноября, будем честны, я лично читал в сайте сообщения, ну, я понимаю, что некоторые зрители на нас могут ополучиться сейчас с вами, но на самом деле Хасан Насрала заявлял о том, что если Израиль не одумается, мы ему каждый год будем устраивать 7 октября. На что надо сказать, тут надо отдать должное логике и последовательности израильской стороны, которая заявляла о том, что если вы не прекратите эти разговоры, вам будет очень плохо, не вмешивайтесь, это наше противостояние с Хамасом, вы не вмешивайтесь. потому что по-настоящему, если верить сводкам израильской спецслужбы, официальным открытым данным, конкретно в трагедии 7 октября Хасбалла не участвовала. Но Хасбалла подхватила такой хайп, как это сейчас модно говорить у молодежи, заодно присоединиться к этой всей истории, к этому тренду, и постоянно начала обстреливать северные границы Израиля. На что израильское руководство надо отдать ему тоже должное в его логике и последовательности, сказал о том, что, ну вот, собственно говоря, будете продолжать себя вести таким же образом, получите ответ. И спустя, получается, несколько месяцев, ну почти что год, ответ был дан. И как бы здесь есть логика у израильской стороны. Ну, кто выступает против Израиля, как обычно, у нас есть разные мнения на этот счет. Но, Яков Фёсич, интересный момент. В августе месяце, мы с вами тоже это обсуждали, в Иране и Хасбалла и Хусито присутствовали на слете прокси, значит, сторонников Ирана. Иранцы дали четко понять Хасбаллеи и людям насралы. Это об этом пишет и Кувейцкое издание, и Нью-Йорк Таймс, о том, что не провоцируйте израильскую сторону, перестаньте их обстреливать, не давайте им руки как бы больше возможностей для маневра. На что Хасбалла назвала иранцев трусами и, собственно говоря, слабаками. Что вот вы не можете нас защитить? Если вы этого не сделаете, мы сами будем с Израилем разбираться. И после этого как бы якобы Иран решил ввести в эту игру, чтобы сохранить свое лицо. Вы что думаете по этому поводу? Во-первых, в августе ситуация была такая. Иран не предлагал и не просил Хасбаллы прекратить обстреливать. Они сказали, не усиливайте обстрелы, не обстреливайте центр Израиля, потому что это приведет к сильнейшей реакции. А нам нужна Хасбалла, как стратегический инструмент против Израиля на случай войны с Ираном. А мы сегодня к войне не готовы. Но сложилась ситуация, проходит год, 100 тысяч жителей Израиля не могут до сих пор вернуться в свои дома. Весь север опустил. И мы сказали, больше мы терпеть этого не будем, люди вернутся в свои дома. и мы заставим Хасбаллу прекратить огонь. Но что сейчас оказалось? Когда мы начали наземную операцию, мы сейчас вошли в штабы Хасбалы вдоль израильской границы. И тут мы получили шок. Мы обнаружили и карты, и планы, и оружие. Во-первых, оружие в десятки раз больше, чем мы предполагали. подземные туннели, которые вели в Израиль в кибуцы на границе. Оперативные планы, которые в точности повторяли планы атаки Хамаса на юге. Хасбалла к этому была готова. Мы к этому не были готовы. И сейчас мы обнаружили, что это было. И Иран, и Хасбалла очень были злы на Хамас. Эти две атаки должны были быть одновременно. Хамас сделал их сам. Не синхронно и не договорившись с ними. Испутал им все карты. Но для нас получить на севере то же самое, что было на юге, теперь мы уже на это, мы уже битые. И поэтому то, что мы сейчас делаем, мы уничтожаем все эти подземные тоннели, все склады и все те подразделения, которые не убежали, чтобы больше никогда не повторилась та трагедия, которая была год назад на границе с газом. По нашей глупости, когда мы посчитали, что Хамас не будет атаковывать, у нас же с ними соглашение. об этом речь. Это мы заставили Катар давать им деньги, считая, что из-за этого они будут заниматься экономикой и развитием населения. Ну вот это правда, так и был разговор весь. А второй раз мы не любим наступать дважды на те же граближи. Есть те, которые любят, а вот мы нет. У нас слишком мало зубов осталось за последние три тысячи лет от того, что мы наступали на те же грабли. Поэтому ситуация сегодня с точки зрения Хамаса, с точки зрения Хизбаллы и Ирана. Сегодня Хизбалла примерно в 3-4 раза слабее, чем она была до нашей атаки. Уничтожено все политическое военное руководство. Нет практически связи между подразделениями Хамаса. А как они будут связываться? Но Иран сегодня оказался в совершенно другой ситуации. После нашей атаки на Хизбаллу весь гнев шиитов и сторонников Хизбаллы и Хизбаллы вылился на Иран. Это правда. Они сказали «Вы нас направили против Израиля, вы нас вооружили, мы воюем, а что вы делаете нас израильтяне вгоняют в могилу, убивают каждый день, ликвидируют Хизбаллу, а где Иран? И поэтому у Ирана оказалось нет возможности выдержать это, иначе он терял свой авторитет в мире. Его же прокси мы уничтожаем, мы ликвидировали всю военную организацию в Газе Хамаса. Хамаса как организации нет. Да, есть тут и там товарищи с автоматом могут вылезти из норы и дать две очереди. Или еще оставшиеся где-то ракеты под землей из-под какой-то школы, которая была, могут выпустить. Но организации нет, структуры нет, командования нет, управления нет, власти нет, на земле Хамаса нет. вылезут из норы и обратно. Это не власть. Хизбалла они покинули юг Ливана, потому что мы их предупредили. Причем точно. Мы сказали, у нас есть, мы знаем в каком доме, в какой арабской деревне шиитов находятся ракетные базы и посты Хизбаллы. мы предлагаем всем жителям этих домов, которых расположилась Хизбалла, мы эти дома уничтожим. Хотите жить, уйдите. Куда это не наше дело? И они ушли. И вдруг шиитское население, которым прикрывается Хизбалла, стало нести потери. мы уничтожаем эти дома, потому что в каждом доме, который мы уничтожаем, под крышей или ракетная площадка, или артиллерийская, или минометная. Мало того, мы объявили в Дахи, Шиитский район, Берута. Мы им послали карты и сказали, вот этом доме, многоэтажном, в подвале ракетной установки, жители этого дома, у вас есть 24 часа исчезнуть, потому что мы уничтожим эти ракетные установки, поскольку они в подвале вашего дома, придется разрушить дом. И мы начали это уничтожать, и жители ушли. И жители ушли, они ушли на север, но не пошли в Суницкие районы. И мы каждый день уничтожаем десятки и сотни ракетных площадок, а в Ливане было ракет, которые серьезные, несколько тысяч, несколько десятков тысяч. и мы их уничтожаем. А поскольку они все находятся, как и все штабы, под жилыми домами, в жилых кварталах, мы говорим жителям, так же, как мы сказали в Газе, хотите жить, уйдите, потому что все, что есть под вашими домами, мы уничтожим. Яков Иосифович, вот не могу не задать вам вопрос касательно следующей темы, очень интересно ваше мнение, вот по какому поводу. Президент Франции Эммануэль Макрон, хоть и созвонился сегодня с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху и выразил слова соболезнования, а тем не менее, накануне заявил о том, что необходимо прекратить всякие поставки оружия Израилю, это будет приоритетом на пути к политическому регулированию конфликта. Также, по словам Макрона, политика израильского премьера Нетаньяху представляет собой ошибку, в том числе и для безопасности самого Израиля. И также заметил, что прокомментировав операцию Израиля в Ливане, что ливанский народ не должен быть принесен в жертву и Ливан не должен оставить новый Гасах. Нетаньяху в свою очередь заявил, что слова Макрона это позор. И отметил, что Иран не прекращает снаобживать оружием хуситов, Хамас и других своих марионеток. Яковлевич, почему Макрон так яростно защищает антиизраильскую позицию? Почему французский лидер решил вот так разговаривать с Израилем? Ну, умственные способности Макрона и его знакомство с историей оставляют желать лучшего. А почему он занял антироссийскую позицию? Франция, чтобы заняла антироссийскую позицию, до чего должен был докатиться президент Франции? В двух войнах Франция обязана своему спасению, не своей победе. Россия. Россия первой мировой войны и второй мировой войны. А сейчас его генералы кричат об угрозе России, потому что надо готовиться к войне с Россией. и посылать своих легионеров. Это Франция. Да, это Франция. Макрон не совсем понимает, что он говорит. Когда его спросили, в том числе французские военные и французская военная промышленность, что значит прекратить военные поставки Израиля, он сказал, да нет, я имел ввиду, чтобы Соединенные Штаты прекратили, не Франция. Это Макрон. Это Франция. Я не хочу сравнивать Макрона с представительницами определенной профессии, но он себя ведет так. У него слишком слабая нравственная система. А потом я хочу напомнить из истории. Был намного более серьезный президент Франции. Великий француз Дегон. Безусловно. В первый же день Шестидневной войны он наложил эмбарго на Израиль. Прекращены были поставки всех видов оружия, за которых мы заплатили. Самолеты, при проектировании которых, проектировании которых, в улучшении их качества участвовали наши инженеры и наши летчики. Мираш-3 и Мираш-5. А наши все ВВС были французские. А треть танков были французские. Нам же никто в мире ничего не продавал. Соединенные Штаты не поставляли нам оружие, не продавали до Шестидневной войны. И мы сказали ну и хорошо. Великий Деголь объявил на нас эмбарго. У нас есть, что положить на это эмбарго. Мы положили. И мы начали войну и провели эту войну. Послав Деголя с его эмбарго по определенному адресу. Недавно нашли это место в Латинской Америке. Деревня так называется. Но тогда в Израиле было два с половиной миллиона человек. Мы воевали одновременно со всеми арабскими странами. Против всего арабского мира, против всего мусульманского мира, против всего социалистического лагеря. Два с половиной миллиона человек. У нас было достаточно ужаса. и забота о себе сказать, а нам плевать, что Франция великая и что он великий француз. Мы будем делать то, что мы считаем нужным для нашей безопасности. И в течение шести дней проблема безопасности Израиля тогда была решена. Вопреки Иннокрову, вопреки всем остальным. так что он может говорить что угодно. Это же Франция. Сегодня мы намного сильнее. Нас 10 миллионов. У нас отличная армия. Намного лучше вооружена. У нас отличная экономика. мы уже абсолютно не считаться с мнением очередного или внеочередного человека, который сидит на кресле президента Франции. Мы с более серьезными французами не считались. То же самое могу сказать насчет Соединенных Штатов. Да, нам нужна американская поддержка политическая. Да, нам нужны американские боеприпасы, потому что так была построена наша оборона. Да, государство, которым есть 10 миллионов человек, не может само создавать себе танки можем, ракеты можем, бомбы можем, электронику можем, беспилотники можем, а вот самолеты нет. 10 миллионов человек слишком мало. Поэтому самолеты американские. С изменениями, которые мы вносим. Американцы нам поставляют самолеты, большинство нужной нам электроники они снимают, мы ставим свою. Мы предпочитаем свою, она лучше, американская, как и средства на ведение. Так что, когда надо, мы не посчитаемся ни с кем. И, как сказал Бегин, покойный, для нас самое главное это будущее безопасных наших детей и внуков. И это у нас прежде всего, а не улыбки или те или иные отношения с Соединенными Штатами. Что американцы сейчас пытаются сделать? Вот вчера сообщили. Американцы по своей привычке подготовили, чтобы мы не очень сильно били по Ирану новые предложения для Израиля. о новых больших поставках вооружений и экономической помощи. Она стоит денег. Считая, что этим самым они повлияют на наше решение. Но это американский ход мысли, что деньги решают все. Кстати, да. Но у нас часто мы принимали решение исходя из других вещей. Если нам удастся переломать хребет иранской военной машины, чтобы она больше никогда не угрожала Израилю, а я хочу, чтобы все поняли, переломать хребет иранской военной машины, значит, нет Хизбаллы, нет Хуситов, нет проиранских прокси ни в Сирии, ни в Ираке. И тогда нам нужно будет меньше самолетов, меньше танков, меньше ракей. И это решит многие проблемы, которые находят на Ближнем Востоке. Это решит проблемы Саудовской Аравии, стран Залива и всего Ближнего Востока, до которого Иран превратился сейчас после его угрозы, что вы все у меня заложники, серьезную проблему. Если кто-то думает, что можно решить эту проблему переговорами, мы тоже за переговоры. С новой иранской властью, когда Иран лишен той военной мощи, которая у него есть, а если это поможет им думать, и экономической мощи, которая у него есть. тогда ведите с ними переговоры. Я подытоживаю. Получается так, просто для наших зрителей разъясняю вашу позицию. Если сейчас Израиль нанесет удары по иранской территории, предположительно по язерным объектам, по военным объектам, дозированно нанесет удары, если Иран промолчит, то войны не будет. Правильно ли я понимаю? Большой войны? Если он не ответит, хорошо. Скажите, распрощайтесь с вашим проектом ядерным военом, распрощайтесь с вашими ракетами, которые вы приготовили для удара по Израилю по всему Ближнему Востоку. Живите на здоровье. Но если они дернутся, они распрощаются со своей экономикой. И может быть, Иран будет обесточен. Да, ситуация очень напряженная в любом случае. Посмотрим. считают? Если они нам угрожают тем же самым, если они говорят, а в Израиле всего 2-3 электростанции, давайте их уничтожим. Ну, попробуйте. Но мы не будем ждать, пока у вас будет возможность это сделать. А раз у нас есть возможность это сделать с вами, мы сделаем сегодня, не дожидаясь, пока вы наберете силы. Это наше право. То есть вы уверены, что все-таки Иран хочет уничтожить Израиль? Что Иран хочет? Уничтожить Израиль. Это заявляет каждый раз все руководство Ирана. Иран не имеет права на существование. Израиль должен быть уничтожен. Это сионистское рождение не должно существовать. Это говорит Иран, это говорит Хизбалла. Некрасивые слова. говорит Хамас. А если одно дело слова, а другое дело реальные дела, так не работает? Ну вот пусть они говорят себе. Пока это были слова, да. Но когда мы получаем то, что мы получили от Хамаса назад, это уже не слова. Когда Хизбалла обстреливает нас, Хизбалла это ливанская организация. У нас нет проблем с Ливаном. У нас нет территориальных споров с Ливаном. Никто никогда в Израиле не претендовал ни на один миллиметр ливанской земли. И тем более с Ираном, Яков Юрьевич. С Ираном вообще у нас никогда ничего не было. Всегда были отличные отношения. Мы 18 лет находились в Южном Ливане, израильская армия. После первой Ливанской войны пришлось выбросить оттуда Арафата и его организации, палестинцев, в крадости всех ливанцев. И за эти 18 лет мы даже не пытались не основать ни одного поселения. Вообще никто в Израиле не говорил, что давайте присоединим это. Нет. Мы сказали жителям Ливана, вот, это ваша земля, охраняйте себя сами. Хотите, мы вам дадим оружие. И тогда в армии Южного Ливана 75% военнослужащих, солдат и офицеров были шииты. И только 25% были христиане. Из деревень, которые там жили, они защищали себя от нападения палестинцев. Гражданская эта война в Ливане началась с чего? с боев между палестинцами Арафата и ливанскими христианами. Потом уже присоединили все остальные. То есть у нас нет с Ливаном проблем. Хизбалла была создана Ираном только с одной целью, против Израиля. После второго году, да. Передовым пунктом, с которого можно обстреливать ракетами, тыл Израиля для Ирана это слишком далеко. Сегодня возможность Ирана сделать этого намного меньше и уменьшается с каждым днем. с каждым нашим новым ударом. Каждый удар идет по ракетам и по военным объектам, по военным пунктам Хизбаллы. То, что они как международное преступление размещают свои военные объекты, свое оружие в жилых домах, прикрываясь гражданским населением, это преступление, международное преступление, запрещается размещать военные объекты в жилых домах, в больницах, в школах, в мечетях. Запрещается прикрываться гражданским населением, они это делают. Потом требуют от нас, да, не уничтожайте их ракеты, потому что они под жилым домом. Извините, ракеты мы будем уничтожать, даже если они под детским садом. Уберите оттуда детей. Вот кто разместил ракету под ракетные площадки под мечетью, он преступник. Под школой он преступник. Под жилым домом он преступник. То, что у жителей дома сопротивляться Хезбалле, которое держит ливанское правительство за горло, это другой вопрос. Ситуация очень напряженная, Яков Иосиф, надо сказать. И, конечно, подытоживая, конечно, хотелось бы, чтобы все благоразумилось. Все-таки мы не хотим большой войны на Ближнем Востоке, мы прекрасно понимаем, чем все это может обернуться. Мы не знаем, какой может быть реакция Ирана. То есть, вы знаете, я, например, для себя вывел такую формулу, что в этой войне, наверное, скорее победит более мудрейший. Еврейский народ, как и персидский, это очень древние народы. Это очень древние цивилизации, имеющие своими спинами очень древнюю глубокую историю и пережившие на своем пути очень много трагедий и очень много чего самого разного. И, конечно, очень горько наблюдать за тем, что народы, очень богатые своими традициями, своей историей, вот дошли до того, что они, во всяком случае, не дай бог, но могут скоро воевать. И мы все же будем, в свою очередь, надеяться на то, что Израиль и Иран найдут себе в силы остановиться. Потому что мы сегодня, во всяком случае, услышали израильскую позицию. Для нас было это очень важно, тем более в годовщину трагедии, теракта 7 октября. А по-другому я назвать это не могу. И те кадры, которые я видел, видят наши многие зрители, до сих пор, знаете, прийти себя невозможно. Поэтому, конечно же, мы все же прекрасно осознаем и понимаем логику заявлений израильского руководства, израильских общественных деятелей. Вашу логику, Яков Федорович, конечно же. Тем более, вы неоднократно у нас в программе заявляли, что война это самый плохой вариант. И всегда говорили о том, что война с Ираном нам не нужна никому никогда. И уж я слышал об этом. Никто, если не верит, пусть послушает нашу программу и год назад, и два года назад. Никогда никто не говорил про то, что война с Ираном это хорошо. Все говорили, что не нужно этого. Все знают возможности Израиля, но до войны никто не хотел. Теперь совсем другая ситуация, как Яков Федорович сегодня отметил. 7 октября кардинально повернуло историю и страницу Ближнего Востока. В любом случае, Яков Федорович, мы будем следить за развитием событий. Огромное вам спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Я, напоминаю, нашим слушателям и зрителям сегодня был в гостях общественный деятель и экс-руководитель Израильской спецслужбы Натив Яков Кедми. Подписывайтесь на телеграм-канал Ибрагимов, телеграм-канал Вестник Кавказа, Вестник Кавказа на YouTube, YouTube, платформах и ВК-видео. Всего доброго.